Позади полторы тысячи километров, впереди чуть больше тысячи. Автопробег дорогами победителей связь поколений стартовал в Волгограде, уже побывал в Воронеже, Белгороде, Курске, Орле, и вот теперь его участников встречает Брянск. Это нужно, можно сказать, всему поколению, не только сегодняшних поколений. Это должно знать и поколение, и будущее, не только наше, и будущее передаваться по наследству, потому что врага победили, сильнейшего врага в мире, которого, можно сказать, никто даже не думал того, что произошло. На единственном в России монументе воинам-водителям участников автопробега встречали представители областной администрации, думу, ветерана Великой Отечественной войны, труженики тыла. Место проведения торжественной встречи выбрано не случайно. Автопробег посвящен памяти воинов-водителей и людей, которые во время войны занимались прокладкой дорог и возведением мостов. Главным инициатором проведения этой акции стала компания «Автодор». Когда мы читаем, что у нас произошло победное действие, операция завершилась большой победой, мы как бы вскользь прочитываем о том, что благодаря скрытной переброске войск, маневренности войск, снабжению этих войск была достигнута победа. А это обеспечивали как раз военные дорожники и военные автомобилисты. Среди участников автопробега дорожники, работники государственной компании «Автодор» и их коллеги по подрядной деятельности. По ходу маршрута к ним присоединялись и поисковые отряды. В числе участников есть и те, кто специально приехал из Белоруссии в Россию, чтобы преодолеть весь путь от начала до конца. Самое, наверное, такое яркое и очень приятное, что во всех городах очень чтят память павших воинов, что это не какая-то, не знаю, можно сказать, обязаловка. То есть действительно для людей это очень памятно, очень дорого. Они хранят эту память в сердце. Это заставляет радоваться, что все-таки мы, что они положили свои жизни не зря. После торжественной встречи и возложения цветов к памятнику все участники расположились на территории возле монумента. Специально для гостей была подготовлена концертная программа, а все желающие могли посмотреть и даже потрогать экспонаты выставки «Находки войны». Ее помогли организовать поисковые отряды Брянской области. Это стальной нагрудник СН-42. Ими снаряжались бойцы, которые прорывали линию обороны. То есть она выдерживала пистолетные, автоматные пули, осколки. По решению организаторов акции в некоторых городах поисковым отрядам вручали ключи от автомобиля «УАЗ Хантер». Наши поисковики оказались в их числе. После Брянска участники автопробега отправились в Смоленск. А завершится акция 22 июня в городе Герои Бресте. Евгения Павлюкова, Иван Зюрев, События, Брянский район.